Орган в Кельнском соборе Вся церковь должна быть наполнена мягким, добрым звуком органа В органной мастерской семейной фирмы Клайс и сегодня работают, как сто лет тому назад Из сплава олова отливается жесть для труб Все вручную Как минимум 150 труб нужно для органа Чем больше, тем полнее звук Есть органы с десятками тысяч труб Настраиваются они уже на месте Я точно знаю, какого звучания хочу добиться Когда мы получаем заказ построить орган в красивой церкви Стоит туда войти и в голове уже складывается своего рода скульптура звучания Есть вот это идеальное представление о том, как должен звучать инструмент И вот мы пытаемся воплотить это на практике Основал фирму прадед Филиппа Клайса в 1882 году Сегодня она среди мировых лидеров Мне очень важно, чтобы каждый орган звучал по-своему Мы планируем и строим инструменты в зависимости от помещения, где они будут звучать А еще от особенностей литургии, от языка и ландшафта страны ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 13 лет тому назад Клайс построил новый орган для Кольнского Собора. Играет на нем профессор Winfried Boerник. Это очень симфонический клан. Звучание симфоническое, очень объемное и в то же время со множеством полутонов. Слушателей можно зачаровать оттенками тембров. Это как в оркестре, где звучат различные инструменты. Мне в этом органе больше всего нравится богатая звуковая палитра. Самый большой орган фирма Клайс построила для национальной оперы в Пекине. Премьера состоялась на открытии Олимпийских игр в 2008 году. 6600 труб до 12 метров высотой. Но и частные заказчики покупают органы. Иногда, как здесь, в Шотландии, доставлять их приходится вертолетом. В среднем фирма строит по три органа в год. А вот следующий проект пока существует только виртуально. Это будет инструмент для новой филармонии в Гамбурге. Самый страшный момент для меня – премьера. Вслушиваешься в каждую ноту, дрожишь, а вдруг где-то срыв, фальшивый звук. Но пока бог миловал. Каждый новый орган Клайс звучит по-своему неповторимо. Продолжение следует...